Травму я получил вследствие того, что попал в ДТП на мотоцикле. Вот у меня взорвалось заднее колесо, ну и вследствие я разбил голову и потерял сознание. И потом улетел на озабочину и получил перелом позвоночника. Сама реабилитация началась, наверное, именно с пассивной, после третьей операции, тогда, когда мне родители помогали сгибать ноги, чтобы не было контрактуры. Постепенно потом, когда уже после четвертой операции, я сел в коляску первый раз, купил шведскую стенку и начал приседать с помощью рук, пытаться вытягивать себя хоть как-то, чтобы было какое-то движение именно в коленном суставе. Первый раз попал в реабилитационный центр имени Пирогова, где попробовал новые процедуры, это как ЛФК, тоже новое упражнение, электростимуляция различных массажей, было укалывание и экзоскелет. Впечатления были здоровские, потому что все же это была правильная амплитуда. Мышцы очень хорошо забивались, вот значит мышцы более-менее правильно работают. Мне говорили многое, мне говорили, к сожалению, отрицательное. Человек, который реабилитируется, он не может просто реабилитироваться. Он должен чувствовать жизнь, и тогда реабилитация тоже пойдет, потому что априори мы не роботы, мы люди. Мы должны чувствовать, мы должны жить. И человек в коляске, он тоже может жить и достигать успехов, своих целей. Мне с детства нравился персонаж Марвел, вот, это Железный Человек, это фильм, ну вот, и меня всегда восхищался тем, что человек, просто человек, он был как супергерой. Он был просто человек, но он сам создал себя, то есть сам создал в себе супергероя. И это было интересно, экзоскелет это как подобие какая-то, наверное, похожее к Железному Человеку. Когда у тебя есть паттерн ходьбы, который приближен к правильному, вот, а работа органов, она намного лучше. Кровоток, опять же, очень много плюсов, которые переходят в один из другого. И это не может не радовать, поэтому экзоскелет это будущее, я считаю, будущее реабилитации, которое, несомненно, займет свою очень плотную нишу. Мотивацию нельзя искать в ком-то. Это, я считаю, самая главная проблема реабилитации ребят, которые попали в такую ситуацию. Нельзя искать мотивацию в ком-то. Ее нужно найти, в первую очередь, в себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова